И мы им ракетницу сразу дарим в подарок, вот такую вот. Да, ребята, и железноголовый с повышенной атакой массово испепеляющийся ракетницей запускает. Ты смотри, спринтер у нас сегодня прям зажигает, мне кажется. Три тысячи, три тысячи, и это просто обычная способность у Лео-рыцаря. Вот это да, ребята, вот это дамаг. Ну что ж, Реддер, покажи классу девинас. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Детол, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ребятки, все приветствуем вас на нашем канале. Играем в черепашки-ниндзя, сегодня кролик, завтра бандиты, испытания. И, конечно же, за ваши составчики, ребята, тащим, которые вы нам оставляете и пишите в комментариях. Итак, у нас первый состав, выбираем самый тяжелый уровень, 80-го уровня будут противники. Кто у нас? У нас Рокстеди. Так, обычненький? Обычненький Рокстеди, самый мощный носорог с серпом и молотом. Так, да. Эйприл у Нил с ними. Вот так вот, и она здесь вписалась в эту команду. Дальше. Ваня Стиранко помогает своей ракетницей. Хорошо, сейчас его тоже найдем, да. Леонардо, хиллер-супер-дамаг-диллер. Так, Лео-Лео, да. И Железноголовый завершает список. Фу, слушай, неожиданно, что Железноголова здесь писался. А, пам-пам-пам, где он там у нас находится-то? Железноголовый. Где ты, наш маленький Железный дамажер? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он. Взяли. Ура, ура, ребята. Бой. А если вы хотите такие же персонажи, как у нас, мощных, сильных, прокаченных, куча мутагена, баксов, 80 уровень аккаунта, да все, что пожелаете. Ребят, пишите нашему подписчику, прямо под видео будет ссылочка в описании. Уточняйте условия, и наш подписчик вам обязательно поможет, дает 100% гарантию. Итак, ну что же, кролички у нас ждут нас, и мы атакуем Эйприл, красотка. Смотри, как у них стеночка стоит из кирпичиков, это значит дебафы им нипочем. Вообще нипочем, ничего не удастся на них повесить, но это и не преграда для нас. Конечно, ты смотри, 5000 кританул Рокстеди, вот это дамаг. Эйприл с ноги, 1906, оба она. Очень мощно, даже от Эйприл неожиданный удар. И Лео 4000 обычным ударом выносит, это круто. Да, ребята, быстро мы первую волну одолели, у нас вторая на подходе, здесь уже четверо крольчат и один хиллер, я так понимаю. Итак, Ваня Стиранко, 2600 и железный глад, 2400. Отлично. Так, осталось только три противничка практически, у четвертого я не считаю его жизни. Да. Смотри, что творят. Ты смотри, дебафы повесили, куча массовых атак, а еще атакуют, да куда так много, еще и подлечились, ты смотри какой расклад. Вот это монстры. Срочно лечиться нужно, ну-ка лечимся. Да, Эйприл, лечим, лечим нашу команду. Еще бы дебафы сняла у кого-нибудь. Нет, не удалось ей этого сделать, но мы продолжаем нашу серию атак. Да, продолжаем, ребята, дамажим мощно, надо хиллеров все-таки вычеркнуть из этого списка противников. Смотри, Рокси, и они все дымятся аж, обалдеть, подгорели их. Да, их спины. Спинки, да. Да, ребята, ну что ж, так, давай-ка, о, Эйприл сняла у железноголового нашего дебаф. Дебаф, да, теперь у них... А у них у всех снимается дебаф, так что все нормально, все. Отлично, ребята, нормализуем нашу игру, потому что все-таки постепенный дамаг это неприятная вещь. Согласен, ну что же, все, нет кроличонок, живуч оказался, железноголова. Молодец, железноголова. И Эйприл. Отлично, отлично, Эйприл, ну-ка, давай. Лео, давай, мы верим в тебя, 2000 урона, и Рокси добивает, красава. Шикарно, ребята, а у нас здесь будет кроличья команда. 5 маленьких кроликов-маузеров и 2 здоровых крола Рокси и Биба. И мы им ракетницу сразу дарим в подарок, вот такую вот. Да, ребята, и железноголовый с повышенной атакой массово испепеляющийся и ракетницей запускает. Прекрасно, ну что ж, я думаю, нужно будет сейчас кроликов завалить. Да, вот так вот телекинезово разлетелись кролики в разные стороны. И Лео ставит точку в этом бою. Торнадо от Леонардо, ребята, и все повержены. Победа, победа, дорогие друзья. А это значит, что мы будем играть за следующий состав от наших подписчиков. Конечно. Кстати, не забывайте их писать, пишите в столбик, нам так удобнее. И больше шансов, что именно в ваши комментарии, в ваша команда попадет в видео. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. Да, ребята, а у нас здесь очень много Майки. Майк Мульт. Так, секунду, Майки Мульт, сейчас мы его найдем. Дальше. Майки Ролевой. Майки Ролевой, дальше. Морозильная Кошечка. Да ладно, Кошак с нами. Да. Прекрасненько, сейчас мы ее найдем, кошку эту, да. Майки Ведения. Так, Любитель Белочек, дальше. И Железная Голова. Опять Железная Головая. Да, опять Железная Головая. Кстати говоря, насчет Морозильной Кошечки. Ребята, мы сейчас играем в Силу Портала в Черепашек Ниндзя. И там как раз локация Морозильной Кошечки. Морозная, зимняя. Кто не видел, обязательно посмотрите. Мы только начали в нее играть. Итак, Крольчатки. Крольчатки опять у нас серый, красный и фиолетовый. Они не хиллеры. Поэтому без разницы, кого первого бить, и будем просто... Ну вот, кого выбрал, на того и выбрано. Да, ребята, по очереди дамажим. Нужно нанести максимально дамага. Ты смотри, хорошо. Двойная атака у Майки. Круто. Майки Ролевичок. Бам! Понизил, понизил меткость. И добиваем его. Да, Кошечка добивает. Молодец. Так, Майки Ведения. Атака. Железная голова. Супер. Да, но слабовато, конечно. Мог бы и посильнее задамажить, малыш, железноголовый. Так, ну что же. Майки. Майки. Обычно 1441. И Ролевичок добьет. Добьет этого кролика в защиту. Хорошо, ребятки. Остался один. А Кошечка берет и жонглирует с вишенками и со своими. И повышаем себе скорость атаки. Быстренько атакуем. И добиваем этого крольчонка. Вот, железноголовый сейчас выложился. Хорошо, две с половиной. Майки не совсем. Но двойная атака, ребята. И победа. Да, вторая волна. Хорошо, вторая волна. Идем, идем. Думаю, здесь наверняка пятеро будет. Да, ты отгадал пяти. Синих опять нет. Это супер. Значит, можно любых атаковать без проблем вообще. Да, но надо было, кстати говоря, атаковать по классу. Надо не забывать про это. Классовое преимущество. Да, вот сейчас, например, раз, сильно, да? Да, сильненько было. Неплохо, неплохо. Добиваем его. Конечно, стрелы летят и свистят вокруг маленького маузера. Так, ну что же, массовая атака против нас. Ну, это было очевидно. Так, нам бы хил-хил нужен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что они творят. Хилимся. Кошечка сырок достает, всех угощает. О-о-о, как хорошо, ребята. И полный запас здоровья у наших черепашечек. Это отлично. Кролики нас не победят. Мы не дадимся им так легко. Итак, остался только красный, красный кролик, два кролика. И бам! Нет, не получилось добить. Не получилось, ребятки. А есть. Слушай, атакуют и атакуют эти крольчата нас. Ой, точнее, маузерята. Маленькие, но противные. Ну что же, слабый удар от Майки. Майки ролевой. Мой, меткость понизила. Это отлично. И добиваем, добиваем, ребята. Идем в третью волну. Здесь три кролика, точнее, их семь, если считать каждого по голове. И, конечно же, массовую атаку мы используем сразу с ходу. Ху, мимо по кроликам. Но здесь, кстати, уклонение можно сделать себе. Да ладно, надо атаковать. Просто вот прям бить конкретно в цель и уничтожать. Хорошо, по хилеру сейчас дамажим, ребята. И массовая атака. Мешочки с золотом запускаем в них. Оба-на. Супер. Хорошо. Так, еще мороженым угостим нашего Бибопа. Ху, шарик мороженый полетел. Отлично. Заморозили его. Так что массовая атака, да, похоже. Да, луч света против нас, ребята. И очень мощно. Еще и защиту понизили. Ты смотри. Мечта. Белочки. Белочки в бой. Ой-ой-ой. Против этой, ребята, атаки не выдерживает никто. Да. Отлично. Ну что же, у противников осталось совсем немножко здоровья. Я думаю, каждому по одному удару. И мы справимся. Так, раз, и кролики, два. Вот так вот Майкер ролевой добил их и поставил точку в этой битве. Конечно, ребята, конечно. А мы играем дальше. Так. И у нас, кстати говоря, на подходе интересный составчик. Да? Да. Тоже. Сплинтер. Учитель. Наш сенсей. Мастер, ребята, сплинтер. Мастер мышь. Дальше. Мутагенойд. Так. Мутагенойд, мутагенойд. Да. Левый ролевой. Ролевичок. Где наш рыцарь доблестный? Конечно, давай ищем, ищем его. Ух, Шреддер, Шреддер вместе с ними. А мы сегодня играли? Нет, не играли. Сейчас Шреддер, дальше. И опять морозильная кошечка. Да ладно. Я удивлен, что ее так сейчас сегодня берем и отправляемся в бой. Конечно, ребята. Первая волна. Три Маузера у нас здесь. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, те, кто еще не подписан, а также делиться нашим видео со своими друзьями. Для вас это всего лишь клик, а для нас это мотивация делать большее видео гораздо качественнее и лучше. Да, ребятки, мы очень вас просим, будем вам очень благодарны. Итак, кролика по центру, голубого вот этого синего, выносим. Ого, ну что ж, давай еще парочка ударов. Супер. Один удар, ребята, и повержен маленький кролик Маузер. Конечно же, повышаем нам скорость атаки, пободрее будем атаковать. И мутагеноид заблокировал способности. Здоровый, и он прям мог растоптать этого кролика. Контр-атайка от сплинтера удачна. Зачем бить сплинтера? Непонятно, он же контр-атакует, ребята, это ж неправильно. Шреддер, давай, добьет. Да, супер. Отлично, добивает шреддер, критует, и сплинтер опять наносит удар. Давай, Лео, 2-300, защита понижена. Кошка расцарапала этого Маузера. Да, расцарапала, ребята, а сейчас у нас, наверное, будет 4. Да, 4. Как я сегодня угадываю, это, а? И, слушай, ну давай вот этого голубенького, нужно его убирать с поляны, потому что он может подлечить своих собратьев. Конечно, обязательно подлечит, да еще и массовую атаку сделает нам. Так, сплинтер практически, практически добили, а вот Лео точно его добьет. Хорошо, слушай, Лео так хорошо бьется, прям как настоящий рыцарь. Да, удар его мяча стоит двух ударов кошек. Это точно. Так, 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 ну что ж, кошечку атакуют, но не так сильно. Шреддер, атака очередная, бам, 1800, и мотогеноид, пэх, практически добил. Да, ребята, да, и видно так, ох, как скорость себя повысили, атака, и вот контратака, хорошо, от сплинтера. Сплинтер тут как тут подключается в бой, и ответным ударом положил еще одного Маузера. Шикарно, шикарно, ну-ка, сплинтерочек, ты смотри, сплинтер у нас сегодня прям зажигает, мне кажется. Три тысячи, три тысячи, и это просто обычная способность у Лео рыцаря. Вот это да, ребята, вот это дамаг. Ну что, Шреддер, покажи классу, удиви нас. Отлично, и массовая атака. Нужно бы подлечиться перед следующей волной, потому что массовая атака от кроликов или от бибопа может нас, конечно, очень сильно повредить. Конечно, а хилл-то у нас у Шреддера, а Шреддер-то далеко еще, ой-ой-ой, массовая атака. Почему? Вот ход Шреддера. Отлично, прям под стать, ребята, хилл нам нужен больше всего сейчас. И еще сразу же ход за Шреддером, как классно это все. Да, футботовцы, футкландовцы летят в бой, отнимают хорошо так хиллсов и опять сплинтер атакуют. Да что ж такое-то, ну вот. Бэм, нет кроликов, кроликов нет. И массовая атака от Лео рыцаря. Ох, огненный меч, ребята, отлично. Так, ну что же, повышенную атаку кошки по бибопу, этим и воспользуемся. Давай-ка ему снежочек зарядим, вот так, неплохо. Так, лечится, все-таки лечится противник, но что поделаешь. Да, хилл, ребята, хилл от него не убежать. Ну что ж, давай-ка, мутагеноид, запусти свой мутагеноидский шар. Отлично, Шреддер, возможно, сейчас его добьет. Ну давай, Шреддер, давай, полет, шмеля, мощный удар, нет, чуть-чуть осталось. Кстати говоря, постепенно урон можно добить его. Да? Да, я думаю, да. Да, можно и так, вот таким простым ударом. А здесь у нас Лео заблокировал еще и способности ему. И кошка расцарапает. Расцарапает, получит контратаку, к сожалению. Ай-яй-яй, мощненько, мощненько. Этот, Шреддер. Шреддер тоже получает контратаку, но защита повышена. 200, 700, сколько же было бы, если бы не было повышенной-то защиты. И мутагеноид добивает, ребята, все радуются, ликуют. Вы огромные молодцы, пишите ваши составчики в комментариях. С вами была команда Детол. Не забывайте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями. До скорых встреч в новых видео, дорогие друзья. Всем пока. Пока.